А ну-ка отгадайте, нетрудно отгадать. Последний раз, на этот раз пришел я воевать. В Берлин войдем в свободу, а то и по домам. К любимым, терпеливым отцам и матерям. Стучится к нам землянку, румяна и бела, последняя военная победная зима. Саша Болонин вместе со своей семьей в бессмертном полку впервые. На плакатах портреты дедушек и бабушки, которыми семья гордится. Долгое время они не могли добыть фотографии своих родственников, отважно служивших Отечеству. Все документы хранились в Украине. И, наконец-то, фотографии героев заняли почетное место в бессмертном полку. С самого детства Саша учит биографии членов своей семьи, прошедших войну от первого до последнего дня. Щапова Клавдия Дмитриевна, она служила войну в качестве связиста. С первых дней войны. А Щапов Федор Васильевич, он был летчиком. На сегодняшний день во Владимирской области в живых осталось порядка 22 тысяч ветеранов. Не только участников военных действий, но и тружеников тыла и узников концлагерей. Со скорбью и гордостью в сердце своего отца вспоминает Владимир Новоселов. Сибиряк родом, а ныне житель Владимира, он родился уже после войны. Но детство его было наполнено рассказами и воспоминаниями отца-героя, который отправился на войну в возрасте 17 лет. Говорил, что когда в бой идешь, автомат из рук, невозможно вырвать его из рук. Так его держишь, невозможно его вырвать из рук. Ходил на это самое, за языком ходил, за языками ходил много раз. О своем дедушке Елена Вавакина не знает практически ничего. Мама рассказывала, перед уходом на фронт он высоко подбросил ее, двухлетнюю девочку, попросил прощения и пообещал вернуться. С самого 41-го года о нем не было никаких вестей. Одно письмо было, да. Потом пришел с фронта единственный солдат в село и сказал, что все, кто ушел из этого села, все, кто погиб, кто пропал без вести. Больше ничего про дедушку не знаем. Пытались искать, ничего знаем, только что пропал в брянских лесах. Сегодня на руках только одна фотография, сделанная как раз перед уходом дедушки на войну. С ней в рядах бессмертного полка Елена уже в третий раз. В следующем году планируют принести фотопортрет бабушки, друженицы тыла. Сегодня в рядах бессмертного полка первые лица города и области. Губернатор региона Светлана Орлова пришла с фотопортретом отца. Павел Фюри Иванович, он войну встретил на Украине, он водил поезда. Вот он награжден, у него и орден трудового красного знамени, и много медалей. Они вместе с мамой ветераны, поэтому я несла сегодня его портрет. По Владимире в живых осталось чуть более 200 ветеранов, участников боевых действий. Главный герой праздника с трудом удерживает в руках букеты, подаренные благодарными потомками. Несколько десятков человек собрал вокруг себя Федор Владимирович Веренев. Воевал на Третьем Белорусском фронте, освобождал от захватчиков Литву и Восточную Пруссию. Во время минометного обстрела получил ранения. Федору Владимировичу уже 90 лет. Сегодня он – гордость владимирцев. Тронут таким вниманием к ветеранам войны. И особенно ко мне. Я говорю, вот сейчас я у вас на площади, но мне не могу сказать. А друженица тыла Зинаида Алексеевна в свое время отправила на войну отца и пятерых братьев. Ноги из них не вернулись домой. Сама все молодые годы отдала работе в поле в Великом Устюге, обрабатывала изверном. Суровые военные годы, даже сильные горе не могло стать помехой работе на благо Родины. Ребята прибежали на поле. Зина говорит, у тебя извещение пришло матери. Отец погиб, брат погиб. Я прибежала, мама, не плачь. Беги быстрее, тебя председатель колхоза убьет. Я быстрее опять баранить убежала. С каждым годом в областном центре становится все меньше свидетелей страшных событий 1941-1945 годов. В дань памяти городская администрация ежегодно увековечивает их имена. В этом году на 20 с лишним остановочных комплексах были размещены фотографии героев войны, а по всему городу развешано 75 баннеров. Общественные организации и власти областного центра обещают, помощь и поддержка ветеранам будет оказываться круглогодично.